Так, дорогие товарищи, когда были разгромлены продовольственные склады, в том числе и Бадаевские, ну, тем не менее, не основные они были, сразу после этого Кронштадт, который имел большие запасы продовольствия, боеприпасов и горючего, открыл малую, но на то время самую первую, дорогу жизни. Она была открыта раньше, большой дороги жизни через Ладожское озеро, и закрылась значительно позже. Малая дорога жизни, восстание улица, город Кронштадт, и памятник черный, и буквы блестят. Здесь, малой дорогою жизни страны, твердыни фортов в монолит сплочены. Прочтешь и представишь, из Горской в Кронштадт, по льду рассыпаясь машины спешат, терзает их вражьих огонь батарей и ветер в проемах отснятых дверей. Осколком задет подвозящий снаряд шофер Рудаков, он прорвался в Кронштадт. А Ренниенбаум врагом окружен, ледовой дорогой лишь держится он. Маяк Шепелевский, машины на лед, но путь к Лавенсаре накрыл самолет. Вот дорож шофер, под машиной лежит, на бреющем бьет по нему мессершмитт. Голодный шофер замерзает на льду, чтоб боезапас довести и еду. Под грудой снарядов укрыты от пуль, со льда поднимался и снова за руль. Коварные трещины взорванных льдин недолго задержат движение машин. Вновь малой дорогою жизни спешат Араньенбаум, Кронштадт, Ленинград. Восстание улиц, город Кронштадт, и памятник черный, и буквы блестят. Здесь, малой дорогою жизни страны, твердыни фортов, в монолит сплочены. Ура! Все мы смотрели фильм «Добровольцы» и помним трогательный момент, когда один из добровольцев на подводной лодке свой дыхательный аппарат отдает одному из своих подчиненных. Был прототип. Это был флотский поэт, капитан-лейтенант, штурман Л-2 Алексей Лебедев. Подводная лодка, прорываясь через минное поле, получила повреждения. Несколько раз всплывала, опять затапливалась. И одному из своих рулевых Алексей Лебедев отдал свой дыхательный аппарат, поскольку себя, как штурман, считал виноватым в гибели подводной лодки. Сам он благополучно выбрался без дыхательного аппарата на поверхность. Его слышали, с ним разговаривали. Была ночь, а когда утром подошла помощь Алексея Лебедеву, на поверхности не было. Его никто не ждал, не знал его натуру боевую. Он сам пришел и всем сказал, а вот и я, я существую. Пришел в одежде моряка, дымок из трубочки пуская. Густая синь воротника переливалась, как морская. Сынов Авроры, кровный брат. Он встал с грядущей бурей споря и стал читать слова балла. И был он, словно голос моря. Он с ветром говорил морским и под невзгодами не гнулся. Таким он был, моряк, таким. Ушел в поход и не вернулся. Его дороги в глубине подстерегала вражья мина. Спит где-то в Балтике на дне умолкнувшая субмарина. Но в час, когда прибой гремит, я слушаю волну живую. То он с друзьями говорит, я не погиб. Я существую! Спасибо большое, Леш. Вот, дорогие друзья, я думаю, что...